Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзоры на машины как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технического плана, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Если автомобиль, который вы собираетесь приобретать, относится к классу среднеразмерных седанов, скорее всего, при условии, что вы смотрите леворульную автоматную машину относительно свежего года выпуска, вы так или иначе будете обращать внимание на модели из Кореи. И в нашем сегодняшнем обзоре мы решили взять один из таких автомобилей. Kia Cerato стоит на ступеньку выше, чем Rio, но при этом все еще достаточно доступен на вторичном рынке. Про то, о чем стоит помнить, выбирая для себя поддержанный Kia Cerato, в нашем сегодняшнем обзоре. Встречайте, третье поколение кузов Y-D. Третья генерация Kia Cerato появилась в 2013 году. Модель простояла на конвейере целых 7 лет, причем последние 2 года с приставкой Cerato Classic. Выпускалась она какое-то время параллельно со следующей четвертой генерацией. В 2016 году машина прошла через рестайлинг, в ходе которого значительно обновили внешность, а также кое-что поправили по технической составляющей. На российском рынке эти машины предлагались только с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра на 130 лошадиных сил, который мог сочетаться как с шестиступенчатым автоматом, так и с шестиступенчатой же механикой, и с двигателем 2 литра на 150 лошадей, который комплектовался только автоматической КПП. Привод у всех этих машин был сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль 2017 года выпуска с мотором 2.0 под капотом на автоматической коробке передач. Симпатичный внешний кузов третьего Cerato в свое время считался чуть ли не самым просторным автомобилем в классе. Внешний габаритный размер здесь также немаленький, длина кузова 4,56 м, ширина 1,78 м, а высота 1,44 м. При этом колесная база составляет 2,70 м, что предопределяет достаточный запас пространства для задних пассажиров. Что касается толщины и качества окрасочного покрытия, а также стойкости автомобиля к царапинам и сколам, здесь картина следующая. Стандартный окрас для Cerato третьей генерации – это 90-140 микрон. В принципе, обычные показатели для любого корейского автомобиля. На автомобилях первых лет выпуска, которым в этом году как раз-таки исполнилось 11 лет, имела место следующая тенденция – сколы, которыми обрастал кузов машины в процессе эксплуатации, если их своевременно не обработать и не подлечить, имели свойство рыжей. Так что при осмотре подержанного Cerato, если вы вдруг обнаружили в этих зонах косметический окрас без шпаклевки, не стоит сильно пугаться. Вполне возможно, кто-то из предыдущих собственников оказался сознательным и решил таким образом раз и навсегда победить проблему. В плане сопротивляемости к коррозии Cerato третьего поколения также весьма неплохой автомобиль. Кузов сопротивляется ржавчине в целом неплохо. В том, что касается традиционных для автомобилей, поддержанных мест образования коррозии, таких как колесные арки, пороги, низы дверей. Но, конечно, без осмотра на подъемника покупать даже такой автомобиль достаточно опрометчивое решение. Что касается проблем, связанных с кузовом, но при этом не связанных с коррозией либо лакокрасочным покрытием, можно отнести сюда тускнеющий со временем хром, а также изредка встречающуюся проблему с плохой герметичностью задних фонарей, в которых имеет свойство скапливаться влага. Ну, а, пожалуй, самая распространенная проблема по кузову, не касающаяся упомянутых лакокрасочных аспектов, это трапеция стеклочистителей. Как и на старшей модели Optima, со временем и с пробегом эта трапеция имеет свойство закисать. Соответственно, вы наблюдаете все более медленную работу стеклочистителей, пока в конце концов они не остановятся окончательно. В принципе, были прецеденты, когда дилер признавал эту проблему гарантиями и трапецию меняли на новую по гарантии. В любом случае, работу стеклочистителей на понравившемся вам Cerato имеет смысл проверить. Что касается салона и бортового электрооборудования, то здесь Кио Cerato, как правило, не подкидывает больших неожиданностей. Слабых мест здесь на самом деле немного. В плане электрики автомобиль довольно-таки простой. Несколько моментов, с которыми сталкивались владельцы подобных авто, и которые, опять же, в свое время могли вполне себе устраняться по гарантии, проблемы с подрулевым шлейфом. Так что при осмотре поддержанного автомобиля, мало того, что обращайте внимание на корректность функционирования лампочки тестирования подушек безопасности, но еще и проверьте функционирование всех клавиш, которые есть у вас на рулевом колесе. Система климат-контроля и кондиционирования на данных автомобилях, в принципе, вопросов не вызывает. Это касается как непосредственно панели управления климатом, так и самого вентилятора-отопителя. А вот по блоку управления стеклоподъемниками на дорестайлинговых седанов были вопросы. Поэтому, если вы смотрите машину до 2016 года, обращайте внимание на то, чтобы все здесь работало корректно. Ну и третий момент. Если вы смотрите подобный автомобиль, который оборудован подогревом передних сидений, а практически все российские машины наверняка будут им оборудованы, проверяйте функционирование подогрева. Нити, зашитые в сидения на этих автомобилях, довольно-таки тонкие. И те владельцы, которые имели привычку облокачиваться или вставать коленом, то есть прилагать большой вес на небольшую площадь, вполне могли эти нити порвать. После чего обогрев сидения функционировать у вас больше не будет. Ну а теперь про двигатели. Двигателей под капотом Kia Cerato третьей генерации могло располагаться два варианта. Младший по объему 1,6 литра на 130 лошадиных сил. Этот двигатель носил индекс G4FG. Этот мотор, по сути дела, представляет собой дальнейшую эволюцию G4FC, который стоял под капотом Hyundai Solaris. Четыре цилиндра в ряд. Блок алюминиевый с тонкостенными чугунными гильзами. Два верхних распредвала. И присутствуют фазовращатели на обоих распредвалах. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Используется коллектор переменной геометрии VAS. И при этом нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Зазоры должны выставляться при необходимости подбором толкателей. Привод ГРМ на этих двигателях цепной. И вот эта самая цепь до 2014 года, пока ее не заменили на модернизированную версию, имела свойство растягиваться на относительно небольших пробегах. Где-то тысячам к 150. А у особо активных водителей даже ранее. Так что при осмотре подобного автомобиля, на всякий случай, уточняйте у собственника, делалось ли что-либо по части замены цепей ГРМ. Ну и, конечно, послушайте работу двигателя на предмет отсутствия посторонних шумов из-под передней крышки. Сама по себе шумная работа агрегата в данном случае связана с особенностью работы форсунок, распределенного, заметим, впрыска. Форсунки цокают достаточно громко, и патология это не считается. В любом случае с этим вы ничего не сделаете. Нужно просто привыкнуть. А вот про такую особенность конструктива данного двигателя, как близко расположенный к головке блок цилиндров кат-коллектор, то есть коллектор, совмещенный с катализатором, что и предопределяет в случае разрушения наполнителя каталитического нейтрализатора поражение стенок цилиндров керамической пылью, стоит помнить. Соответственно, если вы смотрите автомобиль, на котором каталитический нейтрализатор еще присутствует на месте, не лишний будет осуществить визуальный контроль целостности его содержимого. А в случае сомнений, то есть наличия посторонних звуков при работе мотора, выкрутите свечи и все-таки посмотрите на поверхность цилиндров эндоскопом. Не сказать, что моторы 1.6 повально страдают этой проблемой, но случаи такие встречаются, и лучше подстраховаться. В остальном же это довольно простой и ресурсный мотор. Бензин 92-й вполне допускается по инструкции производителя, ну а масло любая качественная синтетика вязкостью 5w30, интервал замены 7-8 тысяч километров. Ресурс этой силовой установки свыше 350 тысяч километров, опять же, если не поможет керамическая пыль от разрушившегося катализатора. Правда, стоит также сделать одну ремарку. Разрушение каталитического нейтрализатора на этих автомобилях, как правило, происходит у тех водителей, кто долго эксплуатирует автомобиль при неисправных, нерабочих катушках зажигания, то есть попросту при пропусках зажигания. С учетом небольшой стоимости даже оригинальных катушек и в целом такой процедуры, как замена свечей, лучше поддерживать систему зажигания в исправном виде. С младшим двигателем Kia Cerato не такой уж и медленный автомобиль. Цифры разгона вполне себе средние. Около 10 секунд до 100 км в час на механической коробке и ближе к 12 секундам на автомате. Следующий по объему двухлитровый двигатель, несмотря на большую мощность 150 лошадиных сил, не делает Cerato кардинально более быстрым автомобилем. Разгон до сотни у этой силовой установки примерно такой же, как и у младшего мотора с механикой, что-то около 10 секунд. Расход топлива также немногим побольше. Двухлитровый агрегат на этих автомобилях носит наименование G4NA. Этот мотор можно встретить под капотом рестайлинговых АХ-35, Спортажей и, например, кроссовера Hyundai Creta. Причем на последний он попал уже после модернизации в 2017 году. Это также рядная алюминиевая четверка, также с двумя распредвалами, но уже с гидрокомпенсаторами в клапанном механизме. Соответственно, зазоры клапанов регулировать уже не придется. Есть фазовращатели на обоих валах, обычный распределенный впрыск и цепной привод газораспределительного механизма. С цепью на G4NA все вообще не так однозначно, как было на дорестайлинговых 1.6. У спокойных водителей, которые не злоупотребляют работой двигателя в зоне крайне высоких оборотов, цепи могут ходить очень долго и зачастую выхаживают свыше 200 тысяч километров пробега. Но в то же время были случаи обращения по гарантии для замены цепей и на пробегах до сотки. На двухлитровых двигателях до 2017 года также попадаются и проблемы с задирами стенок цилиндров. В 2017 году компания модернизировала агрегат, добавив маслофорсунки для охлаждения поршней. И проблема вроде как отступила. Но это не отменяет необходимости визуального контроля поверхности стенки цилиндров при осмотре подобного автомобиля. Особенно, если к тому есть предпосылки в виде постукивающего звука при работе мотора. Также помните и о том, что как любой современный мотор, данный силовой агрегат не любит перегрева. И появление расхода масла на угар вполне может быть связано именно с ним. Причем в самом запущенном случае проблема может крыться не в поршневых кольцах, а уже и в самих гильзах, которые при сильном перегреве вполне может и покоробить. Так что при покупке Церата с любым из моторов нужно проявить бдительность. Но если вы купили такой двигатель в исправном состоянии, не будете его перегревать, будете эксплуатировать машину в обычном гражданском режиме, и при этом менять масло не раз в 15 тысяч километров, а вдвое чаще, подобная силовая установка отработает в ваших руках под 300 тысяч километров. Причем все это время двигатель будет радовать вас неплохими показателями топливной экономичности. Средние цифры расхода топлива в городском режиме – это около 10-11 литров на 100 километров пути, для двухлитрового агрегата трассовый расход около 6,5. И по-прежнему допускается использование 92-го бензина. Ну а теперь про коробки. Механическая шестиступенчатая КПП на этих автомобилях носила индекс М6ЦФ1. Эта трансмиссия на самом деле, несмотря на то, что эта механика, не отличается какой-то суперповышенной прочностью или живучестью. Конечно, многое здесь зависит от режима, в котором эксплуатируется автомобиль, но на всякий случай следует иметь в виду при осмотре такого авто, что, например, сальники первичного вала коробки имели свойство начинать подтекать маслом, причем на пробеге около 100 тысяч километров, что могло приводить и к попаданию масла на, собственно, диск сцепления. Естественно, подобный симптом проглядеть довольно-таки тяжело, сцепление будет буксовать. Выжимной подшипник также к пробегам за 100 тысяч километров может и, как правило, требовал замены. Ну и подшипники валов выхаживали около 200 тысяч километров до появления первых симптомов необходимости ремонта, то есть до появления трансмиссионного гула. Поэтому, если вы смотрите Kia Cerato с механической КПП и пробегом за 200, если с коробкой еще ничего не делалось, на всякий случай крайне внимательно отнеситесь к тому, как она функционирует на тест-драйве. Привод переключения передач, здесь тросовый и к большим пробегам может наблюдаться затрудненное включение, что говорит о необходимости обслужить механизм. На фоне механики автомат на Cerato как раз-таки очень удачная КПП, которая практически не греет голову своим владельцам. Это классический гидромеханический автомат, причем достаточно расторопный, умеющий в то же время работать плавно. Регламент замены рабочей жидкости на этой коробке 60 тысяч километров вместе с фильтром. В этом случае, если вы не будете путать Cerato с гоночным болидом, на таком автомате вы проедете свыше 250-300 тысяч километров пробега. Так что целенаправленно искать для себя Cerato на МКПП мы бы не рекомендовали. Выигрыша в надежности вы не получите, а проигрыш в комфорте будет довольно ощутим. Ну и перед тем, как взглянуть на ходовую часть автомобиля снизу, пару слов про дорожный просвет. По каталогу клиренс этой модели 150 миллиметров, но это низшая точка под защитой двигателя. А вот так у нас обстоит дело с расстоянием от земли до низших точек бампера. Задний край переднего бампера находится от асфальта на расстоянии 17 сантиметров, что вполне достаточно для парковки к поребрику, поскольку сама защита в данном случае начинает спускаться только где-то уже ближе к самому колесу, так что передний бампер над бордюром вы можете заносить абсолютно смело. Расстояние до брызговика за передним колесом 15 сантиметров, а до порога чуть выше, порядка 18. В задней части ситуация схожая около 16 сантиметров до порога и около 18 до поддомкратника. Расстояние от земли до заднего брызговика порядка 20 сантиметров. При этом сам брызговик висит относительно бампера на пару сантиметров ниже. Так же примерно, как и банка глушителя. То есть задним ходом к поребрику вы здесь тоже запаркуетесь. Несмотря на довольно длинные свесы, приходимость у Kia Cerato для легкового автомобиля вполне достаточная. Что касается подвески у Kia Cerato, подвеска довольно-таки привычная по своему конструктиву для автомобилей подобного класса. Передняя подвеска выполнена по схеме Макперсон. Здесь у нас рычаги с запрессованными на заводе шаровыми опорами, которые, соответственно, можно поменять на дубли, но придется перепрессовывать. А по замыслу конструкторов меняться они, конечно, должны вместе с передними рычагами. И электрическая рулевая рейка, к работе которой, в принципе, вопросов нет. Как в плане ресурса самой рейки, так и по электроусилителю. Исключение составляют рестайловые машины, где конструкцию Eura маленько поменяли. Некоторые владельцы на рестайлах жаловались на слишком шумную работу электроусилителя. Но, опять же, повального характера ни дуг не носил. Что касается ресурсов компонента передней подвески, то в данном случае чаще прочего приходится менять втулки переднего стабилизатора, чей ресурс порядка 60 с копеечкой тысяч километров пробега. Сам стабилизатор при этом находится на переднем подрамнике, и для того, чтобы подлезть к втулкам, скорее всего, подрамник придется частично демонтировать и опускать, чтобы эту процедуру выполнить легче. Ступичные подшипники на Церата также не относятся к разряду вечных, но их срок подходит попозже, где-то в диапазоне 100 или более тысяч километров пробега. Целентблоки в передних рычагах, как правило, служат и ту же самую сотню. Ну, от 100 до 120 тысяч по-разному. Все будет сильно зависеть от режима эксплуатации автомобиля и дорожного покрытия в вашем регионе. Что касается задней подвески, то здесь традиционно, опять же, для машин подобного класса, балка. Подвеска зависимая и очень простая. Целентблоки-балки, втулки амортизаторов и пружины, собственно, сами аморты. Вот и весь конструктив вашей задней подвески. По большому счету, выходить из строя здесь нечему. Целентблоки-балки имеют срок службы свыше 200 тысяч километров пробега. Ну, а амортизаторы, если они еще оригинальные, как правило, ходят порядка 140. А потом замена на, как правило, дубликатные, не худшего качества и, вполне возможно, лучшие по стоимости варианты. Кстати говоря, на Kia Cerato амортизаторы и пружины задней подвески стоят отдельно, что упрощает замену данных компонентов. Тормоза на этих автомобилях в круг дисковые и каких-то вопросов по тормозной системе, по колодкам, либо суппортам здесь особо нет. Также в задней части автомобиля мы видим 50-литровый топливный бак, емкости которого, в принципе, вам должно хватать, с учетом небольшого расхода топлива на данном автомобиле. Бак, кстати, не пластиковый, а стальной. Соответственно, несмотря на антиперазийную обработку с завода, при осмотре подобного автомобиля, если он ходил в регионе, где широко используются реагенты в зимнее время, обратите внимание на отсутствие запаха бензина снизу и вообще на целостность топливного бака. По ощущениям от автомобиля, подвеска у Cerato достаточно сбитая, собранная, и при этом машина не имеет диванной мягкости. Как, впрочем, практически любой корейский автомобиль. Не назвать ее ни особо хлипкой, ни особо дорогостоящей в ремонте. Общие выводы по модели будут следующие. Kia Cerato третьей генерации, достаточно удачная машина. Здесь симпатичный внешний вид, просторный салон и, досвольно-таки, ненакладное содержание. Конструктив также не заморочен. Это касается как электрооборудования, так, собственно, и ходовой части. Если вы смотрите для себя подобную машину, рекомендуем не бегать целенаправленно за автомобилями на МКПП, поскольку надежность автоматической коробки на этих моделях гораздо выше. Так же, как нет большого смысла гоняться за большое объемным двигателем, ввиду того, что разница в разгоне до сотни здесь не будет слишком глобальной. Ответственно следует подойти к диагностике двигателя, понравившегося вам экземпляра. И если мотор в порядке, и вы будете нормально его обслуживать и следить за ним, то вы вправе рассчитывать на то, что подобная машина пробежит в ваших руках под три сотни тысяч километров без каких-либо вопросов. Если у вас был или до сих пор есть третий Cerato, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть, в чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно пропишите все это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока!